В том санду Встретились мой любимый куст Хризантем расцвел И в моей груди расцвело тогда Чувство яркой и нежной любви Отцвели уж давно Хризантемы в саду Но любовь все живет В моем сердце больно Опустел наш зад Вас давно уж нет Я брожу одна Вся измучена И невольные слезы катятся Пред увядшим кустом Хризантем Отцвели уж давно Хризантемы в саду Но любовь все живет В моем сердце больно Но любовь все живет В моем сердце больно Странный репертуар Не считаете Ну что ж В целом звучит достойно И сбалансированно Хотя вы чересчур модернизируете звук в припеве А это плохо? Да нет, нет Просто немного необычно Хотя звучит современно А вы как думаете, Маргарита Павловна? А по-моему все было просто замечательно Вы успешно сдали экзамен Ура! Плотникова Простите, Маргарита Павловна Ну что ж, идите готовьтесь к выпускному Прошу Спасибо Спасибо Удачи Позовите, пожалуйста, следующего Следующий Ну ты, Женька, молодец, талантище Да ну Да не ну Так, сегодня всем собираемся у меня Юль, я совсем забыла С днем рождения Ой, Женя Ну когда ты все успеваешь Желаю любви и счастья Люкс Разной большой компании все наши потянутся Так что не вздумай не явиться Ладно Ну как? Красота Спасибо Между прочим Будет настоящий гильский торт А ты что? Да, мамку большим два туда оставь Ух ты Нет О, утベы Вот На иние Ураааааааааааааааааааа А можно теперь мне сказать? Пусть тебя обойдут года, пусть тебя сохранят минуты, и в рассвете нового дня ты возьмешь судьбу в свои руки. В один день повзрослев на год, став красивее, смелее, мудрее, ты отбрось все пустые сомнения, с новой верой шагай вперед. Прекрасное пожелание, Федор. С днем рождения. Спасибо. А теперь мы с Женей исполним наше любимое. Юль, ну может не надо? Надо, надо, Женя. Пожалуйста, ради меня. Мы все с удовольствием послушаем. Ты не суди о том, что станет снег. Все-все равно окажется не так. И за двоих глотая этот снег, Будь счастлив, что остался на земле. Ты не проси о милости бежал, Что между вами талая вода. Но если ты вернешься, чудыша, Перед тобой открытые врата. Перед тобою путь всегда един. В нем вьюга воет ночью на луну. И если ты захочешь отдохнуть, Над головою белый палантин. Ты не суди о том, что станет снег, Все-все равно окажется не так. И за двоих глотая этот снег, Рыдай о том, что брошен на земле. Снег не позволит от нее уйти, Он станет твоим небом воплоти. И, может быть, поэтому летит, И что ведет по этому пути? Класс. А теперь дискотека! О-о-о! Жень! Жень, подожди! Ты уже уходишь? Да. У меня послезавтра специальность. Нужно готовиться. И потом, если честно, Я себя как-то неловко чувствую в шумных компаниях. Да? Я тоже. Да я и танцевать-то не умею. Почему? Как ты не научился? Женя, можно? Что? Я тебя провожу. Можно. Если хочешь, проводи. Жень, ты замечательно поешь. Спасибо. И у тебя голос, он такой… душевный? А мне сегодня сказали, что я модернизирую звук. Кто такое сказал? Они просто ничего не понимают. Мой педагог по сальфиджи. Я заканчиваю наше музыкальное училище. А я закончил геодезический факультет. Ну, на самом деле это не важно. Грабят! Грабят! Попробуйте! Грабят! Ребята, вы что делаете? Э, ребята! Вы что, успокойтесь? Опа! Робин Гуд. Защитник обиженных появился. Ну-ка, лёг, поддай ему. У тебя удар послабше. Фёдор! Ах ты сволочь! Да ты у меня сейчас. Не делай этого. Быстро! Цел? Нормально. Балги выше нет. Никуда они не уйдут. Не убить у нас здесь. Пойдём в отделение и протокол им пишем. Как вы? Чуть не убили. Дипломат им понравился. Ладно, спасибо тебе. Удачи. Подождите, а протокол составить? Тебе надо, ты составлял. Фёдор! Тебя же могли убить. Ну, не убили же. Ладно, пошли. Пошли. Рябины грустья алые, легли на платье белое. Зачем же... Мы пришли. Знаешь, странно, мы только сегодня познакомились, а мне кажется, будто я знаю тебя целую вечность. Ты знаешь, я тоже. Но жаль, что мы только сегодня познакомились. Почему жаль? Ну, потому что я уезжаю на практику. На строительство Байкала в Мурской магистрали. Надолго? Ну, в общем, да. Завтра в 12 поезд. Ярмолаева, Ярмолаева, так, давайте, прощайтесь. Мы будем закрываться 11 без трёх. Давайте, давайте. Сейчас, тётя Саша. Сейчас. Понятно. Покажи мне свою руку. Зачем? Вот так. Во сколько у тебя поезд? В 12. Я приду тебя побежать. Эй, парень, чё маешься? А цветы кому? Может, подаришь? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Фёдор! Фёдор! Успела. Привет. Я уже не надеялся. Тебе. Спасибо. Вот, примерь. Это мне? Ты это самой вязала? Ну, в Сибири же холодно. Всю ночь вязала, думаю, не успею. Женя, ты не против, если я тебе напишу? Нет, конечно. Ну, то есть, да. Сейчас. Держи. Так, до отправления поезда пять минут. Занимайте свои места. Вот. Это адрес общежития. Молодой человек, быстро в вагон. Отправляемся. Езжай. Женя, ты замечательная девушка. Я это еще вчера понял. Ну, в общем, я напишу тебе. Я буду ждать. Петр, я буду ждать. Береги себя. Ермолаева Евгения Александровна. Поздравляю. Спасибо. Прошу. Плотникова Юлия Витальевна. Поздравляю. Бессмертный Александр Николаевич. Теперь мы, Женька, дипломируемые специалисты. Угу. Какие планы на будущее? Ну, во-первых, я хотела бы работать в музыкальной школе. Да, ну скучно. Поступлю в консерваторию. А еще? А еще хочу мороженое. Вот. Пойдем. Еще хочу петь в ансамбле. Угу. Цветы поклонники гастролей? Да. Юль, а ты не знаешь, сколько письмо из Сибири идет? Не знаю. Долго, наверное. А что? Ну, Федор обещал написать. Прошел месяц, письма нет. И ты все это время молчала? Про вас с Федором? Ну, Юль, ну ты даешь, подруга. Вот я же его совсем не знаю. Мне кажется, он такой, вот способный рисковать жизнью ради неизвестного человека. На помощь я тебе рассказывала. С тобой все ясно. Ну, что тебе ясно? Все. Ладно, мне пора. Мне знакомая по секрету сказала, что после обеда сапоги в униермаге выбросят. Ой, ну ты даешь его. Модница. Да. А у меня из-за этой моды вся личная жизнь в очередях за дефицитом проходит. Пока. 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 сапоги. 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 Бам нужен стране. И от нас очень много зависит. Спасибо тебе за варежки. Зимы здесь очень суровые. Ты знаешь, а я всё время думаю о нашей будущей встрече. Обязательно напиши мне, как у тебя дела. Буду ждать. Фёдор. Здравствуйте, тётя Саша! Привет. Вот ты где. Ой, привет. У вас запах, а? У вас тут что, кошек варят? Обычные пельмени. Хотя всё бывает. Что? Фёдор приснился. Сияешь прям всё. Боже мой, девочки. Опять антино-санитария какая-то. О! Ермолаева, а ты что тут делаешь? Завтрак готовно. Всё, Ермолаева. Училище ты окончила, теперь из общежития съехать должна. Ну, а куда я съеду? А я почём узнаю? Снимай комнату. Так, девочки, наведите тут порядок. Господи, воняет чем-то. Мегера. Слушай, Жень, я вот к тебе по срочному делу. Помнишь, ты говорила, что ты хотела в ансамбле петь? Ну. Так вот, Виа в молодёжном кафе. Ищет вокалистку. Через час прослушивания. Ой, Юль. Да ты что? Ну, ты давай не ойкай, собирайся. Времени в обрез. Ага, хорошо. Привет, ребят. Герман. Это Женя, я тебя не говорила. Привет, Женя. Привет. Ну, давай знакомиться. Я Герман. А это моя команда. Это Виталик, это Сергей, а это Лёша. Все, между прочим, музыканты с большой буквы. Даже ноты знают. Ну, чё, Женя, раз пришла, спаешь нам что-нибудь? Давай. Хорошо. Давай. Ну, поехали. Смотришь в глаза, ты мне робко и нежно. Ночь зажигает огни. Белые розы, как символ надежды. Белые розы любви. Белые розы любви. Что это за пурга? Чьё это? Я сама сочинила. Ух ты. Это тебе встреча с Фёдором навеяла, да? Мне нравится. Очень. Слушай, Жень, а давай мы эту песню у меня дома на кассету запишем. И на радио отправим. В передачу, алло, мы ищем таланты. Ну, было бы здорово. Нет. Вообще-то это не наш репертуар. Но голос у тебя красивый. А ты знаешь что-нибудь молодежное, современное? Да ладно тебе, Герман. Всё она знает. Вокалистка супер. Вставай к микрофону. Ребята, 3.15 и... Дай мне руку, дай мне руку. Дай мне руку, дай мне руку, дай мне руку. Дай мне руку, дай мне руку. Дай мне руку. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие товарищи, на этом наша программа заканчивается. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Скукотание мероприятия. Ну что, маэстро, поехали по домам? Так, кстати, мне тут подогнали новый альбом «Блэксаба» в вещь. Но правда, уже без Ози, поэтому приглашай всех на огонек. А как я иду? Нет, я пас. Я тоже. Виталийка, сейчас спрашиваю. Отлично. Ребятушки, еще одну. Я плачу. Конечно, дорогой. Как скажете. Женечка, давай еще одну для клиента на весы. А это тебе. С боеевым крещением тебя. Ты отлично отработала. Это все мне? Конечно, конечно. Тебе. Спасибо. Ну что, три пятнадцать. Давай. Жень, погоди. А ты где живешь? Я на туполе в общежитии. Так это же по дороге. Садись, подвезут. Да нет, я на автобусе доберусь сама. Да ладно, я же по-дружески. Садись, а то час будешь до дома добираться. Ну ладно. Поехали. Вот это правильно. Вот это сказал. Молодец. Как не боится говорить такое. Спасибо, Леш. Жень, погоди. Ты это, если помощь понадобится, звони. Вдруг я тебе пригожусь. Ладно. Я рад, что ты с нами работаешь. Я тоже. Значит, ты здесь живешь? Да, живу. Точнее, жила. Я же закончила училище. Теперь нужно съезжать, я ищу комнату. Да. Так это же замечательно. Почему? Ну, потому что у меня сестра уехала жить за тысячу километров отсюда. А ее комната в коммуналке пустует. Собирайся, завтра же переедешь. Подожди, ты серьезно? А то. Я же говорил, я тебе пригожусь. Ну, хорошо. Ну, пока. 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 Тетя, Саш, мне письмо не приходило? Нет у тебя письма, Эрма Лаева. Да не беспокойся так. Не переживай, моя хорошая. Если письмо придет, как следишь, я его отложу. Спрячу. Не беспокойся. Хорошо, спасибо. Все хорошо будет. Руку мою ты неловко сжимаешь, тут же краснеешь, прости. Белые розы надежды мне даришь, белые розы любви, белые розы любви. В капельках розы лепестки, так прекрасны и чисты. В капельках розы лепестки, белых роз надежды и любви. В капельках розы лепестки, белых роз надежды и любви. В капельках розы лепестки, белых роз надежды и любви. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Бабуля! Привет! Боже, приехала. Ну, чушь, ты так долго не приезжала, я так по тебе соскучилась. Так я же к сдаче готовилась, потом на работу устраивалась. Да, вот, кстати, здесь мой новый адрес и телефон. Я теперь комнату снимаю. Какая ты стала красавица, Женька. Небось, от парней отбоя нет. Ой, бабуля. Что? Кто он? Зовут Федор. У Юльки познакомились на дне рождения. Самостоятельный. Ну, вроде того. Ну, а чего ты грустная такая? Уехал он. Бабы строить. Мне не пишут. Вот тебе раз. Вот это правильно. Вот так и мне надо бюрократам. Сизык, белье сдала. Еще утром, Надежда Юрьевна. Все треплется? Так они Конституцию обсуждают. Александр, а тебе-то что с этой Конституцией? Ты вот тут сидишь, в ящик уткнувшись, а на втором этаже окно разбили и стекла по всему полу. Господи, кто же там мог такое сделать, а? Так, вашим подопечным. Кунаева, Иванов, Дорохова, Ермолаева. А Ермолаева выписалась. Все, училище она закончила, она сюда больше не вернется. Где мне теперь ее искать? Выписалась, так выписалась. Ну что, Серега, что с моим пластом? Деньги принес? Герман, извини, такое дело. Моего приятеля, которому я твой пласт дал на продажу менты. Что? Ну что, что, спрашивают, где взял. Он на меня, а я говорю, не при делах. Ты про меня никому ничего не рассказал? Нет, нет, никому ничего. Смотри у меня. С тебя 25 рублей за тиск. Да, извини, я отработаю. Да куда тебе? Ты не при делах. Все. Все. Иди. Иди. Привет, честная компания. А, Леха, привет. Давай-ка отойдем, дело есть. Слушай, ко мне тут партия пластмасса пришла, но диппи, пинг, флойд, и, как ты понимаешь, товар очень ходовой. Да? Присядь. Ты... ты не хочешь помочь продать их? Ну, у тебя очень много друзей, мажоры там всякие. А Серега что, вышел и сделал? Серега. Серега дурак. Ну, а ты, ты парень, не промах. Тем более, ты на колесах. Будешь получать по пятерке с диска. Лады? Не знаю я, Герман. Я подумаю. Привет. Привет, привет. Ладно, приступим к репетициям. А ты подумай, подумай. Ну, я тебе ничего не обещаю. Ладно? Угу. Женечка, там звонят тебе. Твоей бабушке плохо. Что? Спасибо тебе, Леш. А что с бабушкой? Сердечко пошаливает у вашей бабушки. Но сейчас ей уже лучше. Категорически отказывается ехать в больницу. В случае повторного приступа, звоните нам. А как кормить? Легонько, легонько кормить. Женечка. Что это, что это, что это? Ну-ка, лежи, лежи. Да со мной все в порядке, Жень. Ну, я Антонову не выговор сделаю. Зачем она тебя вызвала? Зачем? А что ты нервничаешь? Тебе нужен покой. Да я не нервничаю. Это так. Покой. Ну, вот и хорошо. Леша приехала, моя дорогая. А это кто? А? А, это Леша. Познакомься, он меня сюда привез. Здравствуйте. 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 Леша. Думала, я не стану совсем. Я не могу. Вы это бросьте. Вы еще у нас на свадьбе отплясывать будете. Правда, Жень? Ладно, пойду-ка я воды принесу. Парень-то какой хваткой, а? Ты бы присмотрелась, Жень. Ой, не пропусти свое счастье. Лежи, лежи. Ягодка-то моя золотая. Придельцов, а? Стой. Письмо. Давай. Спасибо. Адресат выбыл? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Женя! Привет. Привет. Как бабушка? Ничего. Хорохорится бабушка. Она у тебя молодчина. В смысле шуток? О, Господи. Очередной борец с зеленым змеем. Вызвал змеи на дуэль, кто кого. Слушай, может, сходим в кино или посидим где-нибудь, а? Я теперь богатый. Ух ты. Откуда у тебя столько? Хочешь жить, умею вертеться. Время нынче такое. Ну что, как? Ну, если честно, то настроение. Почему? На работу не могу устроиться. Все музыкальные школы обошла, я ничего. А ансамбль? Ну, что такое ансамбль? Это же не работа. Так ты что, хочешь именно в музыкальной школе преподавать? Да, очень хочу. Ну, попробуй помочь. Да-да. Да, я вас слушаю. Здравствуйте. 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 Ермолаева. Ермолаева. Евгения. От Алексея. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Проходите. Алексей мне очень много о вас рассказывал. Леша начинал у меня в вокально-инструментальном школьном ансамбле. Мы с ним много поездили по фестивалям. Золотые деньки. Золотые деньки. Помнят все старики. Документы у вас с собой? Да, конечно. Да. Ну, давайте. Пожалуйста. Спасибо, спасибо. Спасибо. О, диплом замечательный, замечательный. Крем-брюле закончилось, я взял пломбир. А молочный коктейль? А, сейчас, сейчас. Привет. Как дела? Нормально. От Федора письма не было? Нет? Значит, не судьба. Мне Вальдмар предложение сделал. Да? А ты что? Думаю. Он, между прочим, будущий научный работник. Прибился меня по уши. Смотрит, как теленок. Мне кажется, Леша за мной пытается ухаживать. Ничего себе. Ну, что ты о нем думаешь? Не знаю. Но он заботливый, внимательный, веселый. Так с бабушкой мне помог. И с работой. Здорово. Если хочешь знать мое мнение, Леша парень перспективный. Юль. А вот молочный коктейль. Здравствуй, Женя. Привет. А пирожные? Сейчас пить. Ну, неужели он тебе ни капельки не нравится? Нравится. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Секундочку. Да-да-да, вот так, хорошо. Так, свидетели рядышком, пожалуйста, ближе. Приглашенные, пожалуйста, ближе-ближе. Съезд, надо, надо чуть-чуть. Вот сюда, да, вот так, хорошо. Вы подходите, да, хорошо. Вот так. Свидетели, свидетели, да, проверим, хорошо. Бабушку, да, бабушку, хорошо. Хорошо, замечательно. Сейчас вылетит пичка. Есть? Ну, что же! Поздравляю! Ура! Оставуйтесь, оставляйтесь. Гонька! 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 У-у-у-у! Юль, я шнурок на туфлях порвал, что делать? О, господи, все пропало. Ну, возьми другие коричневые. Я на коричневых порвал? Ну, тогда возьми черные. Стоп, черные костюмы не подойдут. Так, возьми шнурки из черных и вставь их в коричневые. Юля, обязательно так сложно? Обязательно, зайчик. Мой будущий крупный ученый должен выглядеть стильно. Держи колстук. И дверь открой. Привет. Привет. Проходи. Это тебе. Спасибо. Ты давно приехал? Только что с поезда в отпуск. Решил зайти проведать. Ну, ты бы лучше вечером зашел, а то мы сейчас убегаем. Вальдемар, ну что ты стоишь? Опаздываем ведь. Подожди, а ты? Подожди, а ты, Вальдемар... Мы поженились. Какие вы молодцы, а. Ну, а ты как там? Не женился еще? Да нет, пока еще нет, нет. Скажи мне, а как поживает твоя подруга? Женя, я ей написал, а письмо почему-то вернулось обратно. Ты ей писал? Конечно. Я тебе много раз звонил, но почему-то постоянно попадал на чужих людей. А мы номер сменили еще тогда. Я хочу ее увидеть. Где она сейчас? Женька каждый день в общежитии бегала, все твоего письма ждала. Не дождалась. Видно, там на вахте что-то перепутали, не передали. В общем, она еще прошлой осенью замуж вышла за приятеля музыканта. Как замуж? Ну, так тебе аж почти два года как след простыл. Ты только так не волнуйся. Это жизнь. Вальдемар, ну что ты там, готов? У нее неделю назад мальчик родился. Сегодня выписывают. Забирать едем. Ясно. Ну, за сына, парни. 4 кг, богатырь. Молодец, отец. О, гостям шампанское. Привет. Привет. Давай, давай. Давай, давай, давай. Сейчас мы идти должна. Спасибо. Ну? Давайте. Давайте. Ум. 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 Поздравляем. Шампанское? Богатырь. Богатырь. А? На тебя похож. Угу. 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 Давай. 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 Давай, Швисик. Отлично. Здорово. Здорово! Поздравляю! Вперед! Опа! Опа! Сейчас Максима отведу в леский сад, потом поеду в училище музыкальное. Юка ко мне должна заскочить. Я сегодня поздно буду. На работе жуткий обратно. Я думала, перестанешь по ночам играть в ресторанах и будешь проводить время с семьей. Ну, Женечка. Ладно, поезжай. Скажи папе пока. Пока! Пока! СИГНАЛИЗАЦИИ СИГНАЛИЗАЦИИ О, да Боже! Может, рядом с ним, может? СИГНАЛИЗАЦИИ Алим! Да! Привет! Я от Германа. Деньги принес? Принес. Пойдем? Пойдем. Бери. Левис. Десять пар. На болтах? Обижаешь. Беру. А что еще? Для косты есть. С крокодилом? С крокодилом, конечно. Хорошая машина. Продаешь? Купил. Ага. Читать не буду. Верю. Герману привет. Давай. А на сегодня, ребята, наше занятие окончено. До завтра. До свидания. Привет. До свидания. Привет. До свидания. До свидания. Как дела? Как Леша? До свидания. Нормально. Работает с Германом. С Германом? Угу. Сколько знаю, Герман, он никогда не работал. Всю жизнь крутился. А ты как? Я? В ажоре. В общем, Вальдемар хочет, чтобы мы переехали в Германию. На постоянное место жительства. Куда? Ну, я же тебе русским языком говорю. Во Франкфурт. Вальдемар этнический немец. Родня у него там. Ничего себе Франкфурт. Звучит завораживающе. И как ты будешь? Не соскучишься? Ну, еще чего. Это же за границей. Там весело. Слушай, я тут вещи собирала. Вот нашла. На ней твоя песня. Какая песня? Ну, помнишь, мы у меня дома на кассету записывали. Ты еще тогда по Федору сохла. А-а-а. Федор. Ой, как давно это было. Федор. Ты забыл черты моего лица, ты мой голос, забыл и глаза. Ты забыл все то, что хотел сказать. Дом забыл, забыл старый сад. Привет. Привет. Ну что, взял? Да, все хорошо прошло. Ага. Ну, покажи товар. Фирма. Что теперь? Ну, если быстро скинем, Алим нам канал обеспечит. Хорошо, поднимемся. Ну, пока. Погоди, а расчет? Ну, полный расчет после сбыта товара, сам понимаешь. Сейчас. Сейчас. Как скажешь, босс. Пока. Пока. Мам, давай лучше. Иду. Давай руку. Бабуль. А? Привет. Бабуль. Потерпи. Солнце ты мое ясное, Максимушка. А? Соскучился по бабушке. И бабушка соскучилась по тебе, родненьким. Здравствуй, моя хорошая. Здравствуй. Ой, ты моя хорошая. Ой, больно худой, господи. Ну что, не кормите, что ли, а? Ну, перестань. Посмотри, как носится. Алексей где? Не смог приехать. Ну, может, это и к лучшему. Пойдем, поговорить надо. Вот что я хочу сказать тебе, Женя. Не доживу я до весны. Ой, бабуль, ну что за глупости? А кто правнуков будет нянчить? Ну, к кому он приедет на лето отдыхать? Дай руку. Часы деда твоего. Носи. Помни о корнях своих. Родненькая моя. Родненькая моя. Родненькая моя. Родненькая моя. Родненькая моя. Корректор. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Жень, мне нужно уехать. Куда? По поминке? У меня через час важная встреча. Ну, как мы без тебя? Женечка, ну доберитесь до дома сами как-нибудь, ладно? Ну, пожалуйста, не уезжай. Извини, очень надо. Все, я поехал. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Жалко мне тебя, Женька. Была у тебя одна опора. Теперь еще нету. Почему одна? У меня муж есть. Муж объелся грушей. Тебя одну оставил, с похорон сбежал. Он не сбежал, уехал по делам. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Продолжение следует... 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 – Привет. – А, привет. Товар у меня. Полный багажник, смотри. Отлично. Знаешь что? Пора тебя к серьёзным делам подключать. Есть тут одна тема. Какая тема? Зелень. Чего? Валюта. За это же могут. Да, могут. Статья посерьёзнее будет, если возьмут. Но здесь и подъём другой. Бабки-то просто бешеные. На этой теме можно очень серьёзно подняться. Сейчас кто первый, тот и в дамках. Времена нынче в стране. Мутное наступает. Думать надо. Хорошо. Согласен, но только попробуй. Значит так. Завтра в 12 часов на площади около филармонии будет стоять человек к варёнке. В руках у него будет газета. Ты подойдёшь и скажешь, что ты от Аркадия. Потом незаметно обменяйтесь конвертами надёжи. Потом сразу дай ко мне. А кто такой Аркадий? Да это тебе не касается. Па. Какая последняя буква? Папа. 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 Молодец. Ча. Ча. Часы. Вот. Там часы. Подожди, сынок. Смотри. Вот это часы твоего прадедушки. Когда ты вырастешь, мы с папой тебе их подарим. Папа. 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 Тебе не легче? Папа. Нет. Плохо. В груди болит всё. И всё тело ломит. Ужас. Слушай, Максим-то уже всю ночь кашлял. У него насморк. Я, наверное, пойду в аптеку. Фу ты. Мне тоже пора. Куда? Лёш, в таком состоянии? Не надо. Где температура? А что делать? Мне конверт нужно человеку обязательно отдать. Давай я передам, какие проблемы. А ты с ребёнком побудь. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ КОНЕЦ Папа, смотри! А ну-ка, давай двадцать Держи! Дай сюда! Иди ко мне ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здрасте! Я от Аркадия. Пожалуйста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй, вы что-то! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не задерживайся. А что случилось? МАМА! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что происходит? Пройдемте. Я не понимаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это какое-то недоразумение. Я вообще не понимаю, что происходит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А конверт с валютой вам подбросили сумочку, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня дома больной ребенок Сын, ему нужны лекарства Вы это понимаете или нет? Раньше нужно было о сыне думать На последствиях тоже Вы задержаны с поличной В вашей сумочке находился конверт С американскими долларами Согласно статье номер 88 УК РСС Вам грозит срок от 3 до 8 лет С конфискацией имущества Я ничего не знаю Я правда ничего не знаю Я жду от вас чистосердечного признания ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сынок, жди меня в машине Папа ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Пойдем, сынок, пойдем, пойдем ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Петров? Да А в чем, собственно, дело? Следователь прокуратуры Семагин Ваша жена Петрова Евгения Александровна задержана по подозрению в валютных операциях Сейчас она находится в камере следственного изолета ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот постановление проведение выыска myös ознакомьтесь РИПЕСТНОЕ С니다 Бред какой-то ВАШ ГОРОШ Если вы Ooo ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пригласите-ка мне. Ты что, я вместо себя послал? Так получилось, я заболел. Ты дурак, как ты мог? А я что, специально? У нас уже обыск был. Ничего не нашли, я вещички успел спрятать. А дальше-то что делать? Вот что, иду сейчас к ней. Добейся свидания. Делай, что хочешь, но она должна молчать. Иначе бы все погибли, ты понял меня? Давай, давай, давай! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты как? А как, Максим? Нормально, нормально. А температура есть? Нет, нет. А насморк? Есть, но чуть-чуть. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Как же... Как же ты мог, Леша? Я не знал. Я не знал. Я тебе не верю. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Лучше поверь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, тогда я все расскажу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да. Да, конечно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты же не хочешь, чтобы Максимку воспитывали чужие люди? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я тебе никогда не прощу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ Нет, она молчать не будет. Ой. Ой, дурак, что же я наделал-то? Конечно, дурак. Если тебя возьмут, то ты и меня сдашь в ментовке присовать умеет, я-то знаю. А я пыток не выдержу. Выход один. Сваливать тебе нужно из корона. В каком смысле? В прямом. С концами. У тебя вроде сестра троюродная из родни есть. Ну да. Почти за тысячу километров отсюда живет. Ну вот и все решено. Начнешь новую жизнь. С чистого листа. Бери колбаску. А как же Зонь-то? А ты что хочешь? На восемь лет в зону загреметь? А что я сыну потом скажу? Сыну ты ничего не скажешь, если на зоне окажешься. Да нет, нет, ну как же я... Ладно, ладно, что сделано, то сделано. Ты, ты не суетись. О Жене подумаем, я помогу тебе. Но главное, действовать быстро. Быстро. Я подумать должен. Думай, Леша. Думай, думай. Только недолго. Думай. 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 КОНЕЦ Здравствуйте! Здравствуйте! Сыновка, запомни, папа тебя очень любит. И что бы тебе ни говорили, папа у тебя хороший. Понимаешь? Хороший. Просто так получилось. А когда мама вернется? Скоро. Скоро съем. Пока! Беги. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ Что вы сказали? Разве не ясно? Беременная ты. Так нельзя, я же под следствием. Может быть, прервать как-то можно? А ты подумай хорошенько. Пойдешь на зону, родишь. Может, срок скостят. А может, облегченный режим содержания получишь. Я не готова. А природа нас не спрашивает, детка. Следующий! ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ А я сразу просекла, что она залетела. Клав, а если я не виновата, виноват другой человек. Я расскажу правду, меня отпустят. А кто тебя слушать будет, а? Ты что, хочешь сама пойти по этапу и людей за собой паровозом потянуть, а? Да, это точно. С ножом? А где ваш тупик сейчас? Не провоцируйте его, сейчас вам приедем. Здравствуйте. Присядьте, я вас позову. Пьяный дебош. Адрес, улица Виноградная, 14, квартира 8. Ну-ка, стои! Мы Анфимова в СИЗО забираем, запиши там себе гений. Чего сидишь тут, братан, закурить дай? На парашина куришься. Фильтруй трассу, перхоть! Тихо! Гражданин, вы что-то хотели? Нет, не важно. У-у-у-у! Прости меня, Женька. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мне, пожалуйста, букет белых роз. Вам на свадьбу? Нет. У подруги день рождения. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Привет. С днем рождения. Спасибо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Извини, что я раньше не приходила. Людмар был против. Ты что, беременна? Угу. Угу. Ничего себе. Твой-то в курсе. Нет. Он приходил давно. Всего один раз. Юля, ты не знаешь, как там Максим? Нет. Нет. Я несколько раз вам звонила домой, но Леша трубку не брал. Юлечка, миленькая, пожалуйста, съезди, посмотри. Как там они, пожалуйста? Жень, я по Саульсину уже никак не получится. Уезжаем мы с Ульдемаром на БМЖ в Германии сегодня. Жень, ты только не обижайся, хорошо? Я и так сильно рискую, что сюда пришла. Мало ли что, узнает, еще выезд запретят. Да, я понимаю. Понимаю. Я буду очень скучать по тебе, Юлечка. Я тоже. Держи, Жень. Ты сильная. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Юль, ну где ты ходишь? Мы посадку уже объявили. Я так боялся, что с тобой что-то произойдет. В этой стране всегда всего боишься. Почему ты всегда всего боишься? Что? Я сегодня попрощалась с лучшей подругой. Она остается здесь. В тюрьме. А я уезжаю навсегда. Понимаешь? Навсегда. Юль, поезд. Дурак, товарищ Домар. Ладно, пошли. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здрасте. ДимаTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И не хнычь, или в чулане запру. Вот, гляди, что твой наговорил. Я уж не выдержала, всыпала ему. Значит, заслужил. Ну, что ты, Светка, к пацану цепляешься? Он и так без мамки остался. Ой, молчи, пьянь. Вот что, братец, хватит из себя горемычного корчить. Я тебя и твоего сыночка у себя держать не нанималась. Светка, я все, что должен, все отдам. Просто болит у меня. Вот здесь болит, понимаешь? Ох и злыдня ты, Светка. Горе же у человека. Жена умерла. Один с ребенком на руках остался. Молчи, Тимоха. Знаю я все. И про деньги знаю, что в поезде уграли, пока он к янной валялся. Ну, а это в прошлом. Ясно? В общем, хватит на моей шее сидеть. Пора заумраться. Да не могу я, Светка, понимаешь? Болит у меня все. Обратно хочу уехать. Нет мне здесь покоя. Спать не могу. Женька все время снится. Сволочи, а? Сволочи. Может, оно и к лучшему. Все равно от тебя проку никакого. А там сходишь на могилку, штану и отпустит. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Сыночек Максим. Ну что, Леха, доставай пешни, лунки пробьем снасти за ряня. Я понял. Сыночек Максим. 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 Сыночек. Сыночек Максим. 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 Привет. Женя? А ты... Ты забежала? Нет, меня отпустили. Суда не было. Ясно. А я вот... Я в Москву переезжаю. Ну, тесно мне как-то здесь стало. Как ты? Я нормально. Ты не знаешь, где Леша? Он, оказывается, продал квартиру, забрал Максимку и куда-то исчез. Нет. Я не знаю, правда. Ребенка ждешь. Да, но Леша не знает. Ну, как он мог так поступить? Да дурак он, потому что. Говорил я ему, иди сам к Валючку. Он взял и тебя подставил. Спасибо тебе, что ты молчала. Иначе бы нас всех повязали. Подожди, так я... Я что, из-за вас полгода отсидела? А что делать? В Риме сейчас такое. Кто не умеет вертеться, сдохнет в этой стране. А Леша пускай мне скажет спасибо, что я им дал возможность заработать и обеспечить вас. Прости, мне... Правда, вам очень жаль. Ну, а что мне это теперь делать? Сейчас. Ты только не отказывайся. Вот. Вот. Возьми. На первое время это хватит. Возьми, возьми. Мы своих в беде не бросаем. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Отдай ее две. Дура безмозглая. Сколько раз я тебе говорила не опаздывать, а? Чего ты уукаешь? Все. Терпение закончилось, поняла? Вон, иди в контору, пускай там твою судьбу решают. Фартука стэк. Ну-ка, это она. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Извините, я по поводу объявления. Ну? Ну, я бы хотела устроиться на работу. Работать у вас. Ты че? Мы брюхатых не берем. А то проблем не оберешься. Пожалуйста, мне очень нужна работа. Нет. Ну, я вас очень прошу, пожалуйста. Что, муж бросил, идти некуда? Да, откуда вы знаете? Да у нас девахи. Через одну с такими историями. Прям львы не из ауры. Сюда иди. Документы есть? Да. Давай. С начальством сама разберусь, как тебе лучше оформить. Спасибо. Спасибо скажешь потом. Жрать хочешь? Нет. А че глаза тогда голодные? На. Поешь. Да пустой желудок, много не наработаешь. Как тебя звать-то? Женя. У меня Ивановна. Правда, девки материю Терезой кличут. Я тоже жалею вот таких вот, как ты. Ну, ты ешь, не стесняйся. Потом буду водить, вкус сделаю. Сейчас мы с тобой поедим как следует, потому что нам силы нужны, чтобы здоровенькими родиться, да? И братика старшего найти. Продолжение следует... Что, мама-папа? Хочу маму. Хотеть не вредно. Вот что племяш. Теперь я твоя новая мама. Ясно? Теперь спи давай. Хоть звук услышу, по заднице надаю. Максимушка. Маленький мой сыночек. Мам, тебя очень любят. И обязательно найдет. Сыночек. Маленький мой сыночек. Субтитры подогнал «Симон» 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 ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло! Алло! Зараза! Дедка! Алло! Черт! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Эй! Кто-нибудь! Доктор! Доктор, я прошу, помогите! Санитары, каталку, быстро! Быстро! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Сразу в грудь зал! Нам сюда нельзя! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Где я? Вы, милая моя, в больнице. Я вас поздравляю. У вас девочка. Вес три сто. Никаких потолок. Я уже родила? Все уже позади. Спасибо. Спасибо. Нужно говорить не мне, а тому, кто принес вас на руках в больницу. Здравствуйте, Санкт-Петербург. Доктор, как она? Все в порядке. Скажите, я могу ее увидеть? Нет. Ну, я вас очень прошу. С этим категорически нельзя. Федор. Привет. Ну, как ты? Нормально. А что с тобой случилось, Жень? Не спрашивай. Не спрашивай. Теперь все будет хорошо. Теперь я всегда буду рядом с тобой. Мама, смотри. А вот он. Давай поправим шапочку. Мам, иди. Скорее идем играть. Мама. Пошли. Пошли. Пошли с Анечкой. Опа. Побежали, побежали. Молодец. Опа. Молодец. Молодец. Опа. А вон наш папа приехал. Папа. Папа приехал. Папа. Папа приехал. Пойдем, папа. Привет, красавица. Привет. Папа приехал. Привет, моя радость. Ты чего это? Бегите. Идем на крещение. Ну что? Пришел ответ на запросы Максиме. Подержи. Ну что? Ничего. Ну ничего, ничего. Мы его все равно найдем. Будем надеяться. А у меня для тебя очень хорошая новость. Какая? В понедельник тебя ждут в студии. Будем записывать твой сольный альбом. Да ты что? Да. Спасибо тебе большое. Что бы я без тебя делал? Да что? Ну пела бы. Вот эти у нас птицы певчие. Спасибо. А давай сегодня на горку сходим. Не могу. Тетка машину купила. Нужно в гараже убрать. Вообще-то детям так много работать нельзя. Ага. Ты то моей тетке скажи. Она тебе сразу даст подзатыльник. И о том, что по гроб жизни ей всем обязана напомнит. Да. Тетя цвета такая. Еще и Олькины уроки делать. Бестолковая она. Только и знать, что телек смотреть, да тетка на меня жаловаться. Слушай, Максим, а почему до третьего класса у тебя была фамилия Петро, а потом ты стал Антохиным? Тетка мне на свою фамилию записала. А то была папина. А маму-то помнишь? Да. Она добрая была. Не то, что тетка. Ладно, до завтра. Спасибо. Явился. Что, так долго-то? В магазине было. Хлам из гаража выбросишь. Эту машину загнать некуда. И поешь, пожалуйста. Хорошо, тетя Свет. Мам, ты чего? Ничего. Братик твой приснился, Максим. Мы же его найдем, правда? Обязательно. Обязательно найдем. А Ксюша легла? Да, мам. Улыбается. Улыбается. Улыбается! Улыбается. Ксюша не может. Ксюша не может. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мама и папа. Мама и папа. Тут же краснеешь, краснеешь, белые розы надежды мне даришь, белые розы любви, белые розы любви. Мама. Мама. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Дорогая, доброе утро. Доброе утро. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Давай вставай, эфир проспишь. Я волнуюсь каждый раз, как перед экзаменом. Ты меня так волнуешься, что спишь до 11. Доброе утро. А мама сегодня по радио опять будет. Здорово. А кто зубы будет чистить? Ну, потом. Ну, ну-ка, марш в ванную. Ну, ведь сегодня выходной. Все, что за капризы? Доброе утро, семейство. Привет. Осторожно, улух. Мне дрова везешь. Спроси, тетя Свет, дорога такая. Дорога у него. Водить надо у меня. Ладно, слушай сюда. Да, тетя Свет. Сперва к Ольгенде заедешь. Знаю, знаю. Потом на оптовый рынок. Потом продукты по деревням развески. Я говорю, Ольгу разбудишь, если спит. Чтобы на учебу не опоздала. И вот еще что. Деньги ей передашь. Ты все запомнил? Да запомнил я. Это все? Все? И что за тон? Я тебе не Дашка твоя. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Привет. Макс, еще так долго? Мне через полчаса уходить. Сумку на кухню поставь. Угу. В институт? Делать мне больше нечего. Сначала в спа-салон на тайский массаж. Потом в солярий. Ну и вечером в клуб. Пу-пу! Дел на целый день. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А сессию как сдавать, думаешь? Элементарно. Заплачу и сдам. Ладно, дело твое. На, вот тебе, мать, деньги передала. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Спасибо, любимой мамочке. Эй! Только ты не вздумай ей ляпнуть, что я на занятия не хожу. Это я могу сильно разозлиться. Не скажу. А если бы сказал, все равно она не поверила бы. Ну ладно. Пока. Пока, Максик. Не называй меня Максик. Я не песик. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА На старт! Внимание! Марш! ТИЛИ-ТИЛИ-ТИЛИ-ТИЛИ ТИЛИ-ТИЛИ ТИЛИ-ТИЛИ-ТИЛИ ТАВИН ТИЛИ-ТИЛИ-ТИЛИ Привет, Дашуня. Привет. Как твои ребятишки? Андрюша с Анечкой поссорились сегодня. Вот и дуются целый день. Ты же мне уметься. Справишься? Конечно, справлюсь. Передай отцу, что я к обеду подъеду. Помогу ему с машиной. Обязательно передам. Ты как? Нормально. Сейчас на Аптовую. Люблю тебя. Я тоже. Деньги в место! 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 Бог в помощь, дядя Вея. О, Максим, слава Богу, ты приехал. Это моя боевая подруга что-то слушаться меня перестала. Посмотришь, а? Сейчас проверим. Ну, приступай. Субтитры создавал DimaTorzok У крыльца Браво! Спасибо огромное. Для тех, кто только что к нам присоединился, я напоминаю, что у нас в гостях Евгения Стрельцова. Потрясающая певица. Сольные концерты, которые состоятся в ближайшую субботу в филармонии нашего города. Евгения, у каждого человека есть мечта. Расскажите, пожалуйста. О чем мечтаете вы? Мечта? Я очень давно не видела своего сына. Так получилось, что нас разлучили. Я бы очень хотела его найти. Его зовут Петров Максим Алексеевич, 87-го года рождения. И если кто-нибудь из слушателей что-либо знает о нем, пожалуйста, позвоните, сообщите. Я буду очень признательна. Я очень надеюсь, что вы его найдете. Давай! Молодец, Максимка! Ну что, работнички, как дела? Полный порядок. Надымили тут. Эх, Дарья, не могу нарадоваться на твоего кавалера. Ну, дядя ли я? Молчать я вас спрашиваю. Все у него в руках спорится. Так что, Дарья, иди накрывай поляну для гостя дорогого. Дарья, иди накрывай поляну для гостя дорогого. Да вот все по-особому рецепту, дядя ли я? Ну да, ну да, ну да. Ну, между первой и второй, чтобы пуля не прилетела. Давай. Максимка, пока Дашутка там занимается, у меня к тебе разговор созрел. Нравится ты мне, сынок. Хороший ты парень, толковый, руки золотые. Только... С Дашкой вам надо бы... ...определяться. Я бы хоть сегодня, дядя Илья. Ну так... Ну так мне даже Дашку некуда привести. Я сначала хочу на ноги крепко встать. Ну да, ну да. Стержень у тебя правильный. Только ты думаешь, я крепко на ногах стоял, когда на Валюшке женился. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. И потом, сколько раз приходилось с нуля начинать, покидала по гарнизону. Я тебе вот что скажу. Главное, чтобы любовь была. И оба глядели в одну сторону. А остальное приложится. Я понимаю. Ну так решайтесь. Решайтесь. Ну, а плечо мы свое вам подставим. Не сомневайся. М? Уловил? Уловил. Ну, давай. Ну, и на кой, Людмила, ты столько конфитюра взяла? Так недорого ж. Недорого. Ты срок годности его смотрела? Да уйдет, Светлана Борисовна. Холодильник закрой. Смотри, не уйдет, я тебе его скормлю. Или из зарплаты вычту. Не понимаешь по-хорошему? Буду учить рублем. Ну, бестолочный. Тетя Свет, я поговорить хочу. Ну? В общем, я решил жениться, и мне нужны мои деньги, которые вы для меня откладывали. Ты совсем с ума сошел? Какая еще женитьба? Обычная, на Даши. Я уже давно решил, и мне нужны мои деньги. Какие деньги? Нет у меня никаких твоих денег. Мы за Ольгину квартиру еще не рассчитались. А из-за оборота вынимать я не буду. Вы же обещали их не трогать. Мало ли чего и обещала. Я вон Ольге машину обещала. Ольге? Понятно. Вы знаете, почему Ольге никогда не хватает денег? Потому что она в жизни ни копейки не заработала. Ее любимое слово – дай. Да как ты смеешь, хам? Или ты забыл, чем нам обязан? Да нет, наоборот. Очень хорошо помню. Документы на машину в бардачке. Я ухожу. Чего? А ну, вернись. Тварь неблагодарная. Иди сюда. Стой. Максим. Стой, говорю. Смотри, не слышит он или что? Да стой же, говорю. Ты что, просто вот так уходишь? Я все уже решил. Я тебя никуда не пущу. А кто будет в магазины мои снабжать, товары из города возить? Это не я точно. Ты не можешь так со мной поступить. Могу. Спасибо вам за все. Прощайте. Ну и убирайся. И не возвращайся. Дорога тебе в дом заказана. Ты чего стоишь? Иди водку принимай! Алло, Даша. Привет. Мне надо с тобой поговорить. Что-то случилось? Да, случилось. Хорошо. Вечером увидимся. Что случилось? Я от тетки ушел. Хочу в мамину деревню съездить, могилу ее найти. Ну и вообще понять, как дальше быть. Как? А как же ты доедешь туда? Поезд через два часа. А деньги есть у тебя? На дорогу хватит, а там заработаю. Когда ты вернешься? Пока не знаю. Вопрос один решить надо. Не хочу ни от кого зависеть. Понимаешь? Ты возвращайся скорее. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Фёдор! Фёдор! Что такое? Только что звонили с радио. Помнишь, я давал информацию о том, что разыскиваю сына. Так вот, позвонила какая-то женщина. Она знает, где находится Максим? Она уверена, что знает. Ну, это замечательно. А куда она нужна ехать? Адрес есть? В какая-то деревня в Среднем Поволжье. Ну, это не близко. Поехали прямо сейчас, пожалуйста. Хорошо, поехали. Давай собирайся. Куда вы собрались? За твоим братом. Поехали! Алло. Привет, Даша. Да, уже на вокзале. Как ты добрался? Хорошо. Держи меня в курсе. И сразу звони, когда что-то узнаешь. Хорошо? Тебе папа привет передавал. Ему тоже передавай. Я тоже. Целую. Пока. Извините, а вы не подскажете, как до поселка Майского добраться? Угу. Видимо, давно вы не были в нашем городе, юноша. Поселка нет. Есть новый микрорайон города Майский. Ну, а добраться вы сможете на 57-м автобусе. Он там за углом. Спасибо. Пожалуйста. А, ну, вообще-то мне нужно на поселковое кладбище попасть. Выйдите на конечный, кладбище рядом. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, а вы не подскажете, где Петрова похоронена? А, какая Петрова? Тут в Петровых пруд пруди. Евгения Александровна. Не знаю, а девичья фамилия как? Ермолаева. Ермолаева. Одна здесь похоронена. Варвара Степановна. Моя бабушка еще с ней соседствовала. Еще внучка у нее, Женя, такая хорошая, певунья, так поет красиво. Они вместе жили. Так я ее ищу, Женю. А она что, тоже умерла? У меня когда три года было, отец меня из города забрал. Теперь вернулся. Хочу мамину могилу найти. Царство ей небесное. Молодой совсем ушла. А могилка твоей прабабки во втором ряду на пятом месте. Ну, а про внучку я ничего не знаю. Может, ее на каком-то из городских похоронений. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор А.Семкин Корректор А.Егорова ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Привет, мам. Привет. За такси заплати. Какое еще такси? Обыкновенное. Не буду же я из города в автобусы трястись. Ой, корыто. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, извините. А Антохины здесь живут? А вам чего? Мы ищем Максима Петрова. Возможно, он сейчас Антохин. Максима, значит, ищешь. А ты кто? Меня зовут Женя. Максим мой сын. Вот это да! Значит, врал мне, Лешка. Живая ты. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Алексей все назад порывался вернуться. Только выходит, такая судьба у него была на роду написана. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ах, Леша, Леша. Натворил много чего. Все равно жалко его до слез. Непутевый мой братец был. Вот и весь сказ. Да что это мы все? О грустном, да о грустном. Вот, Олюшка, дочка моя, в институте учится на дизайнера. На четвертом курсе. Мамина надежда и опора. Молодец. Ну, а Максим-то когда домой вернется? Он тоже, наверное, учится или работает? Работает. Работает. Работал. А вернется когда, я не знаю. Уехал он из деревни. Бросил нас. Куда уехал? Откуда ж он не знает? Неужели ему позвонить нельзя? Куда? На деревню к дедушке? У него нет мобильного телефона? Да на что ему тут сотовый? Тут в падении город. Ну, а фотография Максима у вас есть? Есть. Оль, принеси фотографию. Ту, что он из армии присылал. Странно. Все бросил, собрал вещи, уехал как-то. Да что ж тут странного? Отплатил как смог, сполна. За то, что не бросила, воспитала, образование дала, в люди вывела. А он в бега подался. Дрянь неблагодарная. Как вы смеете так говорить? Я-то смею. И ты мне ноги должна целовать за то, что я твоего сына как умело поднимала. А ведь могла и в детдом сдать. Замолчите немедленно. Женя. А чего ж мне молчать-то? Я его вырастила. Я. Имею право. Вот. Еле нашла. Женя. Если Максим объявится или звонит, дайте знать, вот моя взитка. Я сразу приеду. Ладно. Мам. Мам. А ты чего Макса телефон не дала? Еще чего. Он об нас ноги вытер, а теперь в новую семью. Пошляется один без скала, без двора, а потом и приползет. Где в дом холодно? Угу. Идем. Доброе утро. Доброе. С тобой можно рядом встать? Мы ж не конкуренты. Ну, вообще-то тут занято. А надолго? Ну, на пару дней. Ну, на пару дней можно. На починь что-нибудь купишь? Само собой. Ну, так становись. Чем душу будешь травить, маэстро? В основном лирика. Лирика? Это гуд. Ну, ты уже что-нибудь выбрал? Уже. Мне нужна карта города. Выбирай. Ксюш, дай, пожалуйста, шарик мне. Серый? С блесточками, да. Вот, держи. Смотри, вот сюда. Красиво. Мам. Привезли братика. Ну что, нашли Максима? Нет. Нет? Только Надежда и все напрасно. Я, я просто на грани. Мам. Мамочка, не плачь. Мам. Мам, это чего? Женя. Ну, все будет хорошо. Мы знаем, что Максим и Жеф – это самое главное. Скоро мы найдем твоего сына. Ты, девчонку, лучше пока покажи фотографию. Пускай пока так с ним познакомятся. Максим. Фу. Слушай, ты классно поешь? Завтра будешь? Эээ, думаю ближе к вечеру. С утра хочу по своим делам проехаться. Ясно. Гитару можешь у меня оставить. Вот за это спасибо. А тебе вообще есть где ночевать? Да, на вокзале переночую. Нет, так не пойдет. Будешь жить у меня. Меня зовут Михаил. Максим. Очень приятно. Мне тоже. А теперь к криминальным новостям убит Герман Михайлов. Известный московский бизнесмен был расстрелян этой ночью у ворот собственного дома. Его тело обнаружили соседи. По заключению судмедэкспертов, смерть наступила в результате огнестреления в голову. Что? Германа убили. Помнишь, я тебе про него рассказывала? По факту убийства возбуждено. Уголовное дело. Не исключено, что преступление имеет заказной характер. Ой, Господи. Поэтому в первом... Все забудь. Это уже все в прошлом. О! Слава, с днём рождения! Ты моя милая. Спасибо. Очень красиво. С днём рождения. Спасибо. Фёдор. Спасибо. Спасибо, мои дорогие. Спасибо. Мам, тётя Юля звонит из Германии. Хочет тебя поздравить. Мам, мне нужно будет сдать его университет, сдать курсовой. Так что встретимся уже в ателье, хорошо? Хорошо, только не опаздывай. Опоздаешь, я маме платье без тебя буду проверять. Как же, как же. Ты без неё не справишься. Это ещё под чему. Справлюсь, конечно. Всё. Пока. Давай, пока. До встречи. НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Нам через огонь. НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА ВЗДЫХОСТИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Может быть? Что, мам? ВЗДЫХОСТИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Часы. Где? Остановите! 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 Раньше выходить! Остановите! Остановите давай! Остановите, пожалуйста, остановите! 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 Извините. Что случилось, мам? Я ее увидела. Кого? Максима. Может быть тебе показалось? Сердцем чувствую он. Сердцем чувствую. Прошу. Вот ваша книга. Приходите еще. Ну что, нашел? Нет. А дальше что собираешься делать? В Москву, думаю, податься. Вечером уеду. А там что? Пока не знаю. Деньги нужны на свадьбу. Ну, ты нигде не пропадешь. А пока нужно на билет заработать. Давай, маэстро, играй. Это точно. Ага. Ага. Лепестки белых роз надежды и любви, белых роз надежды и любви. Здорово поешь. Спасибо. Я эту песню только воском прыгу услышала. Ты откуда ее знаешь? Я вообще ее редко исполняю, только по особым случаям. А что за случай такой? День рождения одного очень близкого мне человека. Эй, красавица, а ну не приставай к маэстро. У него невеста есть. Ничего я не пристаю. А я не вижу. Ладно, удачи. Постой. А ты откуда знаешь эту песню? Неважно. Ты как никогда вовремя. Не, ну Макс, ну я же не со зла. Да ладно. Если там в Москве что-то пойдет не так, ты возвращайся. Я тебе тут местечко застолблю. Спасибо. Ну, удачи. Тебе тоже. Расправим. Здесь заколем. Мама, попробуй вот это. Ксюш, подожди. Ну, он будет красив. Привет. 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 Отлично. Мама будет самая красивая певица в мире. Анечка, посмотри, как тебе. Ну, здорово. Ну, мне кажется, талии можно немножко уже сделать. Мы это уже все обсуждали. Да что вы говорите. Мам, слушай, я тут случайно услышала твою песню про Розы. Так странно, ты вроде ее не записывала. Записывала? Один раз давным-давно. А кто пел, где? Ну, полчаса назад на колокольной. Молодой человек лет двадцати, может, больше. Мам, 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 ты куда? Жди нас здесь. Ну, хорошо. Вот тут он был. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, у вас тут мальчик на гитаре играл. Где он? А так он на вокзал пошел. Сказал, что поезд сегодня в Москву уезжает. Уезжает. Мам, а как вы, как и зовут его, помните? Ну, конечно, помню. Максим. 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 Спасибо. Максим. Алло, Федор, я, кажется, нашла Максима. Он в городе. Поезжай на вокзал, узнай, когда отходит поезд на Москву. Мы с Анечкой сейчас приедем. Ага, давай. Скорее. Алло, привет, Даша. Привет. У меня все хорошо. Как ты там? Когда возвращаешься? Жаль, очень жаль. Но я уже успела соскучиться по тебе. Слушай, Даша, я тут увидел женщину на афише. Певицу Евгению Стрельцову. Мне кажется, она очень похожа на мою маму. Правда? Может, просто в родном городе тебе все знакомы, мне кажется. Я тебя тоже очень люблю. Возвращайся поскорее. Ну, пока. Пока. Фёдор! Фёдор! Мам, аккуратно. Фёдор! Жень, мы опоздали. Возвращу в роду 20 минут назад. Не может быть. По крайней мере, мы знаем, где его искать. Как мы найдем его в Москве? У нас есть его фотографии. Мы знаем его фамилию. Жень, мы подадим заявление в милицию. У тебя через час концерт в тело-армонии. Жень. Жень. Женя. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Простите, пожалуйста. Вы, Евгения Стрельцова? Максим. Максимушка. Максим. Максим. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дорогие друзья! Папа, это он, это Максим. Я хочу поделиться с вами своей радостью. Наверное, сегодня самый счастливый день в моей жизни, потому что я наконец-то нашла человека родного, близкого, которого я очень долго искала. Максим. Мой сын. И сегодняшний вечер я посвящаю ему. Садись. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Смотришь в глаза, Ты мне робко и нежно Ночь зажигает огни Белые розы, как символ надежды Белые розы любви Белые розы любви Руку мою ты неловко сжимаешь Тут же крестнишь, прости Белые розы надежды мне даришь Белые розы любви Белые розы любви В капельках росы лепестки Так прекрасны и чисты В капельках росы лепестки Белых роз надежды и любви Привет, привет! Здрасте! Очень приятно! Привет! Привет, Светлана! Победа будет за нами! Ну, пойдемте, 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 пожалуйста! Теперь все очень даже хорошо! Субтитры создавал DimaTorzok